Это удар в первую очередь по развитию настольного тенниса, говорят спортсмены. С дюшер номер 4, где и тренируется команда Ингода, сейчас занимаются 240 детей. С ними занимаются родители, их водят родители. Они всю эту ситуацию видят, что мы занимаемся, а как бы выезжаем там и мало. И поэтому у них вопрос уже встает, допустим, отдавать их в теннис или в какой-то другой вид спорта. Возможность представить Забайкалье в Суперлиге спортсменки завоевали впервые. Прошли трудный отбор в высшей лиге А, заняли третье место, что и обеспечило выход на престижный всероссийский турнир. Только вот зачем этот действительно весомый успех оказаться в двадцатке сильнейших команд России стал попросту никому не нужен. Причина – недостаток финансирования. Касается это не только отдельно взятых соревнований, а в целом настольного тенниса Забайкалья. Денег, откровенно сказать, в школе по сравнению с тем, что когда-то было, то есть 20 лет назад, 55 раз меньше. В Краевом министерстве физической культуры и спорта объяснили. В начале года на федерацию настольного тенниса выделили 850 тысяч рублей для участия в соревнованиях зонального уровня. Все эти средства уже распределены. Спортсмены побывали на первенствах Сибирского федерального округа и России, проводили сборы в Китае. Но на Суперлигу стоимостью в полтора миллиона этих денег не хватило бы в любом случае. По предложениям федерации, знаете, по подсчетам финансовых расходов этих федераций, то, чтобы они хотели, да, где участвовать, что проводить. Бюджет, наш бюджет министерства должен увеличиться буквально в два с половиной раза. К сожалению, этого нету. Ну, сами знаете, субъект у нас не такой уж богатый, и мы имеем то, что имеем. В федерации настольного тенниса надеются, что ситуация изменится, и поддерживать в Забайкалье будут все виды спорта. В следующем году команда настроена снова добиться выхода в Суперлигу. Светлана Лисичникова, Лев Нескромный. Время новостей.